Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Сегодня мы с вами рассмотрим очень яркую партию знаменитого львовского гроссмейстера, трехкратного чемпиона Советского Союза Леонида Захаровича Штейна. Эту партию он сыграл в далеком 1957 году в рамках 26 чемпионата Украины в Киеве, будучи еще кандидатом в мастера спорта. Тогда Леониду Штейну было 23 и в таком возрасте быть кандидатом было не зазорно. Конечно, в то время были совсем другие нормы, звания, но шахматы были очень красивыми, что и подтверждает данная партия. Кандидат в мастера Леонид Штейн в этом поединке черными противостоял опытному киевскому мастеру Марку Усачему, крепкому шахматисту, обладающему солидным позиционным стилем. В этом поединке Леонид Штейн, который тогда уже был на слуху, решил преподнести своему сопернику дебютный сюрприз, отказавшись от своей излюбленной староиндийской защиты. Многие уже знали, что этот дебют в руках львовского шахматиста является очень опасным оружием и могли неплохо подготовиться. Но в этой партии на d4 Леонид Штейн ответил голландской защитой и сыграл f5. c4, конь f6, конь c3, g6. Как мы видим, и в голландке Леонид Штейн не изменяет своим дебютным вкусом. Также, как и в староиндийской защите, он развивает слона на g7, избирая так называемый ленинградский вариант. Кстати, многие шахматисты в шутку называют эту дебютную систему улучшенной староиндийской защитой. Известно, что в староиндийке черным нужно еще потрудиться, чтобы провести продвижение f7, f5. А в ленинградском варианте голландки она уже стоит на f5, что является неплохим заделом для атаки на королевском фланге. g3 играет Усачий, слон g7, слон g2, 2-0. Здесь основным продолжением за белых является ход конь f3, d6, 2-0 и возникла табия ленинградского варианта. Но Марк Усачий избирает менее популярный план развития фигур, ставя слона на g5. Этот вариант не доставляет черным больших проблем. Как правило, в такой ситуации они без помех проводят программное продвижение e7, e5. Что и случилось в данной партии. c6 играет Штейн, ферзь d2, d6, ладья d1, ферзь c7. Черные уже готовы сыграть e5, но после конь f3, конь bd7 играет Штейн и на рокировку продвигает пешку в центр. d2, d2, линия d вскрылась, слон h6. В соответствии со своим крепким стилем, Марк Усачий пытается успокоить позицию разменами легких фигур. Это ему удается, но лишь частично. После слон бьет h6, ферзь h6, e4, конь d4, конь e5, нападая на пешку c4, ферзь c1. В этом положении брать на c4 не очень хорошо. По причине вскрытого нападения на коня, конь бьет e4 и позиция упрощается. Поэтому Леонид Штейн, который конечно мечтает об атаке на королевском фланге, играет слон d7, сохраняя более сложный характер борьбы. b3 играет Усачий, ладья ae8. В этом положении белым нужно было сразу начать борьбу за пространство в центре, сыграть f3, нападая на выдвинутую черную пешку e4 и провоцируя дальнейшие размены. Но Марк Усачий делает сомнительный ход конь c2. Конь h5 играет Леонид Штейн. Его же намерения весьма агрессивны. Это характерная для вариантов голландской защиты продвижение пешки f. И здесь белым нужно было сыграть ферзь a3, нападая на пешку a7 и, возможно, ставя в дальнейшем ферзя на d6, предлагая переход в эншпиль. Но Марк Усачий делает еще один неточный ход, ставит ладью на d4 и черные отводят слона на c8. Этот слон сейчас напоминает дальнобойное орудие, которое издалека бьет по крепости белого короля. Легкая фигура черных в то же время прикрывает важное поле d7, куда могли вторгнуться тяжелые фигуры соперника. Ладья fd1, конь g4. Положение белых стало очень тревожным. Прогнать дерзкого коня не удается. Если сыграть h3, то последует разрушающая жертва конь бьет f2. После взятия ферзь g3 шах, король g1, конь f4 с нападением на слона и пешку, а после конь e3 с защитой от мата взятия на h3. Если отойти на f1, то мат ферзь f2, а в случае король h1 следует шах конем и после отхода f4 с нападением на коня и решающим вскрытием диагонали h3 c8. У черных выигранная позиция. Конечно, после конь g4 можно было укрепить положение, поставить на e3 коня или пешку, но Марк Усачий, признавая бесперспективность сдвоения ладей по вертикали d, решил отвести ладью обратно на f1, защитив пешку f2. Но здесь Леонид Штейн решительно играет f4, жертвуя центральную пешку, тем самым начиная атаку на белого короля. Конь бьет e4, играет Усачий c5. Прежде чем продолжить атаку на королевском фланге, Леонид Штейн стремится лишить координации центральную группировку фигур соперника. Марк Усачий отводит ладью на d5. И тут черные имели в своем распоряжении интересный вариант, который, правда, приводил лишь к ничьей вечным шахам. Черные могли пожертвовать качество на e4, ослабив защиту пешки g3, разменяться на этом поле, пожертвовать коня, здесь взятие на f8 с шахом, взяли-забрали, слон g2 и больше, чем вечный шах у черных нет. Ферзь f2, ферзь h4, снова ферзь f2 и это ничья. Но, конечно, Леонид Штейн стремился к победе, поэтому брать на e4 не стал. И сыграл слон f5, напав на этого коня еще раз. И тут Марк Усачий дрогнул. Ему нужно было просто отвести коня на d6, контратакуя слона, отдать пешку e2, но разменять опасную фигуру соперника. Взяли-забрали ладья d3 и белые продолжают держать позицию. Но в нашей партии Марка Усачева прельстила другая идея. Он решил пожертвовать качество, прихватив за него пару пешек. Ладья бьет c5, сыграли белые, ферзь e7. Сейчас конь защищает ладью, но в то же время он сам находится под тройным нападением. Поэтому нужно забирать слона gf, конь c3, fg, hg, f4. У белых за качество две пешки, но их проблема в том, что атака черных на королевском фланге продолжается. Брать на f4 нельзя. Ферзь h4 с угрозой мата на ладья d1. Забираем пешку f2 и ставим мат вторым конем. Поэтому конь d5 играет Марк Усачий, пытается игрой по центру отвлечь соперника от операции на королевском фланге, но это сделать не удается. Ферзь e5. Взятие на f4 и тут ладья бьет f4. Конь Леониду Штейну нужнее, чем ладья. Если забрать на f4, то после конь бьет f4 создается угроза вилки на e2. К тому же конь тут отскакивает с шахом, после чего можно будет поставить мат на h2. Белым очень не хватает для защиты коня, который ранее располагался на f3. Но в нашей партии белые вместо того, чтобы брать на f4, сыграли конь d3, перекрывая вертикаль e и нападая на коня g4. Ладья e4 играет Штейн и происходит размен. Взяли-забрали. Позиция для белых уже безнадежна, несмотря на то, что у них по-прежнему достаточный материальный эквивалент за отданное качество. Главный фактор оценки этого положения безнадежно слабый белый король. Конь e3 играет Марк Усачий, нападая на ладью. Та отходит на h4 с угрозой мата. Слон d5 шах. В этой позиции черные могли отойти королем на f8, сохраняя выигранное положение. Но Леонид Штейн неожиданно отводит короля в угол, игнорируя следующий довольно простой маневр соперника. Ферзь a1 сыграл Марк Усачий. Он надеялся, что размен ферзей спасет его от мата. Но на самом деле это не так. Дело в том, что черные играют конь f4, позволяя разменять ферзей, но не отказываясь от матовой атаки. Взятие на e5 не спасало. После взятия нужно защищать пешку e2, слон f3, ладья g5. Если перекрыться конем или слоном, то последует h5 и черные забирают фигуру на связке. Если же сыграть конь g2, то следует красивая комбинация с жертвой качества и отвлечением слона. Забираем на g2 и мат конь e2. Поэтому в нашей партии Марк Усачий сыграл ладья e1, защитив пешку ладьей. Но после конь бьет d5, вынужден был признать поражение. Действительно, белые проигрывают в любом случае. После взятия на e5, либо cd, далее ладья g8. В случае король f1 будет мат ладья h1, поэтому конь g2. Ну а тут черные просто меняются на a1, сдваивают ладьи, выигрывая коня и оставаясь с лишним материалом. Вот такая очень интересная партия в исполнении тогда еще кандидата в мастера спорта Леонида Захаровича Штейна. Почерк выдающегося шахматиста был виден уже в этой партии. Стремление к сложной борьбе и прежде всего к атаке на вражеского короля, которая проходит с большой выдумкой. Если это видео вам понравилось, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал Шахматы для всех, оставляйте свои комментарии. Большое спасибо за внимание. До свидания.